Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» и в студии ведущая Полина Митрофанова. После смерти тела человеческая душа продолжает свое существование. Это признают как факт не только христианство, но и все другие мировые религии. Как представляли себе посмертную участь человека древние народы? Как учит о ней наш Господь Иисус Христос и Его Святая Церковь? Как правильно относиться к явлениям умерших живым и к рассказам тех, кто пережил клиническую смерть? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в книге, носящей катехизический характер и предназначенной в первую очередь для тех, кто находится в начале своего пути ко Христу. Она вышла в свет в издательстве «Скрижаль» и называется «Что ждет нас после смерти?» Автор книги Михаил Давидович Молотников закончил Московский экономико-статистический институт по специальности «Прикладная математика», работал программистом. С 1992 года перешел на церковную работу. С 1995 года трудится в храме в честь иконы всех скорбящих радость подмосковном «Клину». Сначала работал главным редактором газеты «Клин православный», а с 1998 года стал директором издательства «Христианская жизнь» и председателем «Одноименного братства». Является автором книг «Града Петрова украшения», «Заступница небесная рода христианского», «Научи нас молиться о молитве Отче наш» и других. Автор статей в газете «Клин православный». В предисловии этой книги автор пишет, «Для каждого человека смерть неестественна и рациональна. Для многих она страшна и сопряжена со страданиями. Для убежденного атеиста она – полное уничтожение его «я» или абсолютная неизвестность. Для христианина смерть – это переход в иное бытие. Вот что об этом говорит святитель Игнатий Бринчанинов. Смерть – великое таинство, она – рождение человека из земной, временной жизни, вечность. При совершении смертного таинства мы слагаем с себя нашу грубую оболочку, тело, и душевным существом, тонким, эфирным, переходим в другой мир, в обитель существ, однородных, душе. Православные христиане, проведшие земную жизнь благочестиво или очистившие себя от грехов искренним раскаянием и исправлением себя, наследуют вместе со светлыми ангелами вечное блаженство. Напротив, неверующие во Христа и те из православных христиан, которые проводили жизнь в грехах или впали в какой-либо смертный грех и не уврачевали себя покаянием, наследуют вечное мучение вместе с падшими ангелами, бесами, отмечает святитель. Как относится к смерти человек воцерковленный, имеющий крепкую веру в Спасителя и всеми силами стремящийся жить по его заповедям? С упованием на милосердие Божие, с желанием соединиться со Христом, святыми и ангелами. Такой человек, по словам автора, знает, любовь Божья к людям проявилась в том, что второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, воплотился, стал Бога-человеком, даровал заповеди, победил на кресте смерть и воскрес, чтобы дать уверовавшим в Него возможность обрести вечную блаженную жизнь в Царстве Небесном. При мысли о своей смерти христианин уповает на помощь Божью, вспоминая слова псалмопевца Давида о любящем нас Господе. «Не убоюсь зла, потому что Ты со мной». О желании соединиться со Христом прекрасно сказал апостол Павел. В послании к филиппийцам он пишет, «До меня жизнь Христос и смерть приобретение. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, чем земная жизнь». Однако, как отмечает автор, при мысли о своей смерти христианин испытывает также страх и трепет. Простит ли ему Бог его духовные немощи и совершенные в жизни грехи? Насколько искренним и глубоким было принесенное покаяние? Угодно ли оно Господу? Всегда помня о конце своей жизни и ответе перед Богом, христианин старается исполнять его заповеди, каяться в согрешениях, зная, что после смерти возможности покаяния уже не будет? О великой пользе памяти смертной говорил еще Иисус, сын Сирахов. «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь». «Великое дело помнить смерть и понимать ее значение», пишет святитель Игнатий. «От этих памятования и понимания может совершенно измениться жизнь человека и соделаться Богу угодной». Однако являются ли все, кто наполняет наши храмы настоящими христианами не только по имени, но и по жизни? К сожалению, говорит автор, нет. В нашей стране много крещеных, но далеко не все из них знают основы православной веры. Именно на таких людей и ориентирована эта книга. На тех, кто только прививается к Церкви Христовой, воцерковляется. На тех, кто обычно не склонен вспоминать о своей смерти и задумываться о своей посмертной участи. А ведь память смертная и правильное представление человека о загробном мире напрямую влияют на его духовно-нравственное состояние в земной жизни, на исполнение им заповедей Христовых и на его участь в вечности. Обращением именно к такой новоначальной читательской аудитории и обусловлены стиль и содержание книги. Она не является богословским исследованием о посмертной участи человека или аскетическим наставлением, а носит катехизический, духовно-просветительский характер. Книга напомнит читателю, ну или откроет ему, что люди практически всех времен и народов знали о бессмертии души, о существовании рая и ада, о посмертном воздаянии за добродетельную или порочную жизнь, хотя представления эти до просвещения мира светом Христовой истины были подчас довольно грубыми и даже ложными. Душа древнего язычника, по образному выражению святителя Игнатия, лишь осизала свою вечность. О бессмертии души, о существовании ада и рая, ангелов и бесов свидетельствуют и приведенные в книге рассказы тех, кто вернулся к жизни после клинической смерти, а также случаи явления умерших живым. Цель этих явлений заключалась в первую очередь в том, чтобы убедить неверующих в реальности того мира и побудить их к праведной жизни. Главным же в этой книге является изложение христианского учения о посмертной участи человека и загробном мире, о суде над душой, о прохождении ею так называемых мтарств, о пользе молитв за умерших, о всеобщем воскресении мертвых и страшном суде Божьем, о аде и царстве небесном. Это учение единственно истинное, не искаженное человеческими домыслами и фантазиями, потому что передано нам самим воплотившимся Сыном Божьим, а также святыми отцами и учителями Церкви. Основная цель этой книги, по словам автора, напомнить читателю о продолжении жизни его души после смерти тела, жизни, которая может быть блаженной или мучительной, побудить задуматься о том, каким он перейдет в загробный мир, напомнить о том, что главным делом его земной жизни должно быть исполнение христовых заповедей о смирении, покаянии, незлобии, милосердии, твердой вере спасителю. Если, говорит Михаил Молотников, мы будем помнить о своей смерти и Божьем суде над нами, если отнесемся к отпущенному нам времени земной жизни со всей серьезностью и ответственностью, если постараемся жить так, как учит нас Спаситель и его святая Церковь, то сподобимся вечной, блаженной жизни в Царстве Небесном. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. Книги, о которых мы вам рассказываем, вы найдете в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok